Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Леся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую сказочную историю. Сказку, которую я вам прочту сегодня, называется «Мишка-башка». Из прибрежных кустов высунулась толстая звериная башка. В лохматой шерсти блеснули зеленые глазенки. «Медведь, медведь идет!» – закричали перепуганные ласточки-береговушки, стремительно проносясь над рекой. Но они ошиблись. Это был всего только медвежонок. Еще прошлым летом он в припрыжку бегал за своей мамой-медведицей. А этой весной стал жить сам по себе, своим умом. Решил, что он уже достаточно большой. Но стоило ему только выйти из кустов, и всем стало видно, что большая-то у него только голова, настоящая лохматая башка. А сам-то он еще совсем маленький, с новорожденного теленка. Да смешной такой, на коротких косолапых лапках. И хвостишка еще такой маленький, куцый. В этот знойный летний день в лесу было душно и парно. Он и вышел на бережок. Как принято, тут обдувал очень свежий ветер. Мишка уселся на траве, сложил передние лапы на круглом брюшке. Человечиком сидел и степенно поглядывал по сторонам. Ну, ненадолго хватило у него этой степенности. Он увидел под собой веселую, быструю речку. Перекувыркнулся через голову и на собственных салазках ловко съехал с крутого бережка. Там встал на четвереньки и давай лакать прохладную водичку. Напился в сласть и в развалочку не спеша закосолапил вдоль берега. А зеленые глазенки так и сверкают из шерсти. Где бы чего? Эй, да как там, напроказничать бы. Чем дальше он продвигался, тем выше и круче становился берег. Все громче и тревожнее кричали над ним ласточки. Некоторые из них проносились мимо самого его носа с такой быстротой, что он даже не успевал разглядеть их, кто такие, и только слышал жужжание их крылышек. Ишь их тут сколько, подумал Мишка, остановившись и поглядев вверх. Это что, пчел дупла что ли? И сразу вспомнил, как прошлым летом мать-медведица подвела его с сестренкой к пчелиному дуплу. Дупло было не очень высоко, и медвежата, почуя чудесный запах меда, в перегонки лезли на дерево. Мишка первый полез и запустил в дупло свою лапу. А пчелы как загудят, как накинутся на них. Сестренка завизжала и кубарем вниз, а он отведал таки душистого сладкого меда. И опять засунул в дупло лапу, и опять облизнул ее. Но тут одна пчелка больно ужалила его под глаз, а другая в самый нос. Он, конечно, не заревел, но очень быстро скатился с дерева. Пчелки, хоть совсем махонькие, осердитые, пришлось худирать подальше в лес. А сестренка еще долго хныкала, ей так и не удалось попробовать сладкого меда. Совсем был Мишка уверен, что птицы это и есть пчелы. А вдруг они просто такие большие, эти пчелы? Ну так и есть. Вон и дупло у них есть, и много черных дырок под самым обрывом. То и дело, вылетают из них все новые береговушки с криком и присоединяются к стае. А что кричат, конечно, непонятно. Мишка-то их языка не знал, понимал только, что сердятся. А ну, как возьмут в работу, да как начнут еще меня жалить. Ой-ой-ой, страшно! Ну что, мои маленькие друзья, а продолжение этой сказочной истории мы с вами дочитаем завтра. А сейчас время позднее, садитесь поудобнее, мы будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи, мои маленькие друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok